Новую схему движения общественного транспорта начнут внедрять после ремонта моста на новом рынке. Об этом заявили профильные чиновники во время дискуссионного клуба «Точка зрения». Его организовала Сибирская медиагруппа. Новую схему движения общественного транспорта недавно разработали при участии ведущих специалистов. Она предполагает изменение маршрутной сети, в том числе в новых городских кварталах, а также обновление подвижного состава. Вот только реализовать схему получится года через два. До ввода в эксплуатацию путепровода на проспекте Ленина принять и переименить эту схему на сегодняшний день не представляется возможным. Базовая схема предполагает под собой, в первую очередь, обновление подвижного состава и значительные вливания средств. Средства в данном случае предполагаются бюджетные. То есть, если говорить о цифрах, полное обновление подвижного состава и запуск новой схемы требует вливания дополнительных 4 миллиарда. Но на общественный транспорт уже стали закладывать больше средств, чем прежде, говорят власти. Так, еще пару лет назад на эти цели выделяли 250-300 миллионов рублей, а сейчас 400. Но, пожалуй, главных задач сейчас две. Первое – сохранить электротранспорт, как самый экологичный и популярный у населения. Второе – создать муниципальное автобусное предприятие. По мнению властей, социально значимые направления движения надо финансировать из городского бюджета.